Каждое утро Евгения Соколова начинается с похода в гараж за машиной. Верная АК является его средством передвижения долгие годы. Без колес он не мыслит свою жизнь. Тяжелая болезнь поразила в том числе суставы. У Евгения гемофилия. О том, что теперь знак «инвалид» будут выдавать в бюро медико-социальной экспертизы, он узнал из новостей. Считает эту меру оправданной. Ведь с проблемой парковок Евгений знаком не понаслышке. Вы знаете, даже там, где знаки инвалидные, эти стоянки, как правило, или парковки, занятые другими машинами, и инвалиду припарковаться поближе, особенно опорнику, очень сложно. Иной раз даже вот инвалид на своей машине не может. Вот лично я не могу, но у меня же есть дети, которые меня могут подвезти куда-то, отвезти и припарковаться. Если этот знак будет при мне, это будет очень здорово. Любой машине я могу подъехать. По госстандарту нулевой парковки местам для инвалидов должно отводиться не менее 10%. Практика показывает, даже если здесь нарушений нет, нарушают сами водители, которые паркуются на таких местах. У этой проблемы есть и еще одна сторона. На платных парковках с машин со знаком «инвалид» деньги не берут. Но реально ли автомобиль принадлежит человеку с ограниченными возможностями, до внесения изменений узнать было невозможно. Теперь новый знак будет содержать персональные данные конкретного человека. Это пока примерный макет знака, который будет. То есть это знак, исполненный по действующему стандарту. То есть это изображение черной на желтом фоне. На полях, либо в верхнем углу. Вот этот будет как раз указываться персонифицированный номер. И также будет тут рядом указываться срок, на который действует данный знак. То есть, если инвалидность установлена со сроком, она будет совпадать со сроком уставления инвалидности. Если инвалидность установлена бессрочно, соответственно, будет указано, что действует бессрочно. На обратной стороне будет указано название учреждения, которое выдало знак, фамилия, имя, отчество, группа и срок, на который дается инвалидность. Устанавливать его можно на машину, которой управляет человек с ограниченной возможностью, или на автомобиль, который его будет перевозить. Для того, чтобы получить знак «инвалид», необходимо написать заявление в бюро медико-социальной экспертизы. Для этого инвалид, либо его законноуполномоченный представитель, обращается в учреждение медико-социальной экспертизы. Набор документов очень прост. Это справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и документ, удостоверяющий личность. В учреждение медико-социальной экспертизы подается заявление, в котором указывается непосредственно цель обращения. Это выдача соответствующего знака. Знак изготавливается в течение 30 дней. При этом в бюро уверяют, очередей волокиты не будет. Хотя именно такой перспективы и опасаются сами инвалиды. При этом заявления на получение знака уже поступают.